Добрый вечер, уважаемые соотечественники! Сегодня я хотел бы посвятить эфир Джизказганскому региону, бывшей так называемой Джизказганской области, сейчас это Единая Карагандинская область. Но общая справка такая, что в Карагандинской нынешней области, одной из самых больших, наверное, в Казахстане по размеру, по территории, живет около 700 тысяч человек. Ну и, собственно, в самом Джизказганском регионе, два таких крупных города, это Джизказган и Садпаева. В Джизказгане живет приблизительно около 100 тысяч человек, в Садпаеве там поменьше, около 70-80 тысяч. Ну даже, если так брать с большим запасом, соседние поселки, это вот два ключевых города и небольшие поселочки рядом, не более 200 тысяч человек. Вот представьте себе, что два города небольших и ряд небольших поселков, и численность всего лишь 200 тысяч человек. То есть, это огромный регион, большая разбросанность, и вообще считается, что это тупиковый город, ну даже по железной дороге можно посмотреть, считается ужасающим город, трудным для проживания. У меня у самого жена из Джизказгана, там поселок Джизкэн, так называемый. И я этот регион неплохо знаю, и приходилось посещать, и по делам бизнеса, и когда я работал министром, когда я занимался развитием энергосистемы страны, знаю электрические станции, сети, неплохо представляю, что такое город. И все те, кто не был в этом регионе, я сейчас просто хочу чисто эмоционально вам рассказать, что это такое. Вообще, когда я впервые приехал где-то приблизительно в 87 году в этот регион, мне тогда было 24 года, я, конечно, удивлялся, думал, как здесь люди живут, степи, но и чем мне эта степь поразила? Едешь, она просто цветная, то есть видно, что минеральные ресурсы просто, что называется, на поверхности лежат. Разных цветов, то красный, то зеленый, еще там разные совершенно, медного цвета. Регион очень богатый, просто фантастически богатый. Это медь, золото, свинец, серебро, цинк, марганцевые руды. То есть спектр, который имеет именно этот регион, различных минеральных веществ и различных ископаемых, просто невероятный. Один из богатейших регионов страны. Я здесь хотел бы просто природную составляющую показать. Регион очень интересный. И есть горы, есть степь, ну, есть озера какие-то, водоемы. Ну, то есть регион-то очень большой. Ну, давайте мы сравним его с Дубаем. Что такое Эмират Дубая? В Эмирате Дубае живет больше трех миллионов человек. Обратите внимание, больше трех миллионов человек. Во всей Караганинской области живет около 700 тысяч человек. А именно если говорить о Джизказганском регионе, ну, я вам просто два конгломерата города Джизказгана-Сарпаева сказал, что суммарно вместе с поселками будет не более 200 тысяч. Ну, там в районе Улутау есть районы-центры, там какие-то, ну, есть какая-то численность, если добавить. То есть там регион численный просто пару сотен тысяч, чуть больше может быть. И вот Эмират Дубай больше трех миллионов человек. Что такое Эмират Дубая всегда был? Это море, это пески, это бедуины, никаких дорог, ну, финики, жемчужины какие-то добывали в море. В общем, это был беднейший регион, который начал оживать, когда там была обнаружена нефть. Но для справки я вам скажу следующее, что Эмират Дубая, именно Эмират не объединен Арабской Эмиратой, я прошу обратить внимание, очень точно услышать, что я сказал. В Эмирате Дубае добывается нефти мало. В Абу-Даби основная часть нефти добивается. Это федерация объединенной Арабской Эмиратой. У каждого государства, это именно государство, свой бюджет. Они пропорционально скидываются на общефедеральные вопросы, связанные с безопасностью. Но у каждого Эмирата свой бюджет, чтобы не было иллюзии. Это не значит, что Абу-Даби там добывает основную часть нефти и начинает раздавать деньги соседним Эмиратам. Это не так. Каждый Эмират действует самостоятельно. Я в качестве примера беру именно Эмират Дубая, потому что наши граждане очень хорошо знают, что это такое. Многие посещали, отдыхали. Очень много информации в интернете. Это просто, скажем, невероятное место. Я объездил весь мир, я могу подтвердить, что это просто невероятное место. Особенно тогда, когда ты приезжаешь каждые 3-4 года и ты видишь контракт. То есть, контраст пустыня, появляются какие-то отели. Раз, 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 через несколько лет приезжаешь, ты думаешь, что это такое. Это раз, где пустыня? Везде зелень, все красиво, вода, туризм гигантский и так далее. И поэтому я здесь хочу скорректировать у многих заблуждение о том, что вот там было много нефти, и поэтому это место превратилось в земной рай. Это не так. Так вот, Эмират Дубай не добывал никогда. Тогда, в целом, в среднем, если так смотреть, порядка 4 миллионов тонн нефти. 4 миллиона тонн нефти, я вам могу для сравнения сказать, что Атрауская область добывает около 50 миллионов тонн, при этом, что проживает там тоже около 700 тысяч человек. Мангуставская область добывает свыше 18 миллионов тонн, проживает в этом регионе тоже не более 700 тысяч человек. То есть, каждый из этих регионов, имея численность населения, ну, приблизительно, как минимум, в 6-7 раз меньше, при этом добывая нефти 2-3 раза, или в 10 раз больше, чем Эмират Дубая, ну, живет, как вы знаете, как прозябает, одним словом, да, люди получают низкую заработную плату, и масса проблем. Поэтому я взял для сравнения Эмират Дубаи. Вот представьте себе, что такое 4 миллиона тонн нефти. Даже если считать, что тонна нефти будет стоить порядка 500 долларов, общий объем продаж нефти этого региона было бы не более 2 миллиардов долларов. Ну, и какая-то часть из них расходы, какая-то часть прибыли. То есть, представьте, ну, допустим, мы будем считать, что 1,5 миллиарда это была прибыль от нефти Эмират Дубаи, 500 миллион долларов расхода. Вот, грубо так считаем. И вот этот Эмират распорядился деньгами так, что это место из пустыни превратилось в земной рай. Построены гигантские здания, это мощный туристический центр, различные выставки, порты. Ну, в интернете вы можете посмотреть. При этом живет нам больше 3 миллионов человек. Запомните цифру. 2 миллиарда долларов это при продаже на нефть. Теперь давайте мы проанализируем Дисказганский регион. Возьмем в качестве примера всего лишь одно предприятие, так называемое Казахмыс, которое поделился на Казминералс и сам Казахмыс. Это такой мошеннический прием был. Да, я хотел бы еще отметить, что состав предприятий, которые производят, добывают нефть, входит еще в город Балхаш, где живет около 80 тысяч человек. Итак, мы считаем, что этот регион Балхаш и Дисказган вместе с Атпаевым как бы одним регионом. Почему связаны с добычей и переработкой меди, серебра и других разных элементов, которые перерабатываются на Казахмысе. Около 300 тысяч человек, будем так считать. И вот представьте, что, например, в 2011 году прибыль компании Казахмыс, официальная, которая была отражена на бирже, английская налоговская биржа, составляет полтора миллиарда долларов США. Полтора миллиарда. То есть, одно предприятие давало прибыль, как вся нефть Эмирата Дубая. Вся нефть. Но где Эмират Дубаи? Один из высочайших уровней жизни населения и где находится Джисказган с Балхашом. Вы сравниваете, да? Полтора миллиарда прибыли, а объем продаж реально там больше трех миллиардов долларов. То есть, реально минимум полтора раза больше денежных доходов поступало от работы только одного комбината на территории Джисказганского региона. Вы видите разницу? Притом, в этих двух городах, крупных более-менее, конгломератах, живет около 300 тысяч человек, не 3 миллиона. В 10 раз меньше населения. Теперь давайте мы поймем, что на самом деле происходит. Работники на этих предприятиях Балхаше, Джисказгане, Садпаева получают зарплату 100-150 тысяч тенге. Ну, в реальности очень много людей меньше получают. 60-70-90 тысяч и так далее. Я вот вам говорю круг. 100-150. Это приблизительно 300, ну, максимум 500 долларов в среднем. Официально, если зайти на сайт этого предприятия, они заявят, что работает порядка 40 тысяч человек. Ну, в реальности, конечно, больше, потому что они создали специальные, так называемые, аутсорсинговые компании, которые юридически не числятся на балансе группы компаний, которые занимаются именно на добычей меди, которые в год производятся около 300 тысяч тонн, свинца, золота, серебра и других ресурсов. И вот представьте себе, что, что такое город? Вообще, этот регион. Вода ужасная, ржавая, грязная. Все анализы, которые сейчас делают наши лаборатории, говорят, что эта вода некачественная. Я вообще сам, когда первый раз приехал в Джисказган, ну, на улице пыль, грязь и все прочее, решил пойти принять ванну. Воду запускаю, она ржавая. Я ее сливаю, сливаю, она все равно ржавая. В итоге мне родственники говорят, это делается не так, нужно заполнить ванну, подождать, ржавчина осеядет, и так более-менее уже можно мыться. Я говорю, ну, там же на дне ржавчина, вот такой слой. Ну, они говорят, ну, вот так, это же все равно горячая вода. Все равно вода. То есть, вы представляете, какие условия существуют у жителей этого региона? Вода это все. Если плохая, некачественная вода, это разные болезни. Это и укорачивание срока жизни, это и рак, это просто гигантские проблемы. Не говоря о том, что там, если проблемы с водой, то вот эти степи невозможно освоить, выстроить нормальную природную инфраструктуру, деревья, и так далее, и так далее, то есть, вода это жизнь. На самом деле, эта проблема решается легко. Все решается за счет ресурсов, денежных средств. И, кстати говоря, вы, если приедете через Казган и Садпаев, вы выйдете, ужасные дороги, убитые дома, полуразрушенные подъезды, плохое освещение. Ну, то есть, это вообще совок. Столько лет прошло, вот я был первый раз в 87-м году, приезжал в начале 90-х, 2000-х, я смотрел и поражался. Город деградирует, регион деградирует, рядом поселки закрываются, школа закрывается, там были еще более-менее живые поселки, они фактически, все, они же умерли, нет этих поселков. И вот, я еще раз хочу сравнить, объем продаж минимум в полтора раза больше денежных ресурсов, которые поступают только от работы одного комбината, там еще есть немало предприятий, чем в Эмират, Дубай, население живет в 10 раз меньше, но что такое Дубай и что такое регион джизгазганский, это тупик, люди живут беспросветной жизнью, просто выживают. И, конечно же, вы зададите вопрос, а что делать? Ответ простой. Я хочу показать этот локомотив, который вытянет не только этот регион, который приведет к рассвету этого региона и Дубай будет стоять далеко, потому что Дубай, Эмират, Дубай, вода, пески, жара. Джизгазганский регион, да, он сложный с точки зрения климатических условий, ну, зимой достаточно суровый климат, но, собственно, и все. Все остальное там, я считаю, очень красивый регион, притом, не сопоставимый по своим богатствам с Эмиратом Дубая, просто не сопоставимый. Вот я теперь хочу показать, что можно сделать с этим регионом и, собственно, какие доходы еще получит республиканский бюджет, вся страна, весь Карагандистский регион. А Карагандистский регион, это же еще другие предприятия есть крупные, я еще отдельно пройдусь по Караганде и Тимиртаву, не сегодня, но сегодня я хочу показать Джизгазганцам, почему вы можете жить в цветущем рае лучше, чем Дубае. Итак, мы говорим, даже ориентируясь на официальные данные предприятия Казахмыс, что работает 40 тысяч человек. Прибыль по итогам 11-го года официальная отражена порядка полутора миллиардов долларов. Это официальная прибыль, вы все прекрасно знаете, что вокруг этих предприятий разные подрядные организации, которые выкачивают прибыль, вы знаете, кто это делает, везде нужно взятки давать и так далее. Я ориентируюсь, что даже после всех этих вещей, когда кто-то там верхушка миллиарды кратет, вверху еще чистая официальная прибыль остается полтора миллиарда долларов. Итак, первое. 40 тысяч человек могут к своей текущей зарплате легко получить плюс тысячи долларов в месяц. Умножаем 40 тысяч на тысячу долларов, получаем в месяц 40 миллионов долларов. это дополнительные затраты, которые должно это предприятие взять на себя. Умножаем на 12 на год, получаем чуть менее 500 миллионов долларов. То есть, если каждый из вас получит дополнительную заработную плату к существующей тысяче долларов, порядка 400 тысяч тенге, предприятие должно на это дело потратить порядка около полумиллиард долларов. Но обратите внимание, прибыль у этого предприятия официальная полтора миллиарда. То есть, если эти 500 миллионов долларов будут отданы людям, то еще останется миллиард долларов. К сведению масштабов этот цифр, бюджет города Садпаева, если зайти в интернет, я был поражен, это порядка 10 миллиардов тенге, порядка 25 миллионов долларов. Бюджет города Чизказгана, ну, где-то он приблизительно около чуть менее 20 миллиардов тенге, ну, 50 миллионов долларов. Вот представьте, эти два крупных города, которые вместе с поселками около 200 тысяч человек живут, у них бюджет порядка 75 миллион долларов в год. Это на улице, дороге, это образование, это местная медицина, там, и так далее, да, все расходы, это же смешно. А тут одно предприятие, у которого разные льготы существуют, зарабатывает официально полтора миллиарда долларов прибыли и цифры сравните 75 миллионов долларов на 200 тысяч человек и полтора миллиарда долларов на одного. Кто это один? Это Нурсултан Назарбаев. Весь регион знает, что предприятие Казахмыс владеет Нурсултан Назарбаев. Набачук, который представит Савекторов Казахмыс, Владимир Ким, это подставные люди, это подставные люди, номинальные владельцы этого предприятия. Поэтому один человек Нурсултан Назарбаев владеет официально полтора миллиарда долларов, а бюджет двух городов с поселками всего лишь порядка 75 миллионов долларов. Вот где лежит решение очень простое. Значит, мы говорим, мы в 500 миллион долларов мы отдаем людям, это каждому по тысяче долларов в месяц вам увеличивать зарплату. Теперь у нас в руках остается миллиард долларов. Значит, ну, представьте себе, что если бюджет двух городов порядка 75 миллионов долларов, если его утроить, дать им еще несколько раз больше, ну, например, 200 миллионов долларов, вы представляете, во что превратится ваш регион, ваши города, а если 500, а если тут сам миллиард, и даже если этот миллиард, который свободно остался, половина 500 отдать в республиканский бюджет, 500 оставить в регионе, представьте себе, что у вас произойдет, 75 миллионов долларов в бюджет двух городов, и тут на них падает сверху сумма в 7 раз больше, вы же представляете, что это произойдет, это зарплата бюджетных работников, это дороги, это освещение, это дома, это будет решена проблема в принципе с водой, проблемы это не существует, проблемы только в деньгах, а денег, что называется, выше крыши, одно предприятие может просто Балхаш, Дисказган, Садпай, вообще все близлежащие поселки превратить в цветущий рай, этой шикарной дороги, и благоустройство, озеленение, и проблема воды, вот ключ, понимаете, что нужно делать, я вчера, когда выступал по Усть-Камегорску, говорил о национализации, не очень многие понимают, что такое национализация, национализация, это когда государство, ну можно говорить, что, ну как бы забирает и принуждает, на западе национализация, когда собственники по сути им платят какие-то суммы денег, государство как бы выкупает, или если забирает, то потому что предприятие, допустим, допустило какие-то промахи, банкротства, все прочее. Здесь идет речь о следующем, то есть эти предприятия должны перейти государственную собственность, я объясню почему, потому что эти предприятия практически бесплатно украдены султаном Назарбаевым, и он каждый год качает по полтора миллиарда долларов оттуда. В тринадцатом году из бюджета страны, когда был премьер-министром Ахметов, Серик Ахметов из Хараганды, Назарбаев приказал и из бюджета страны в частные предприятия всадили порядка трех миллиардов долларов, то есть когда это предприятие должно приносить нам огромные доходы, а он из бюджета страны туда залил в это же предприятие порядка трех миллиардов долларов. Вы представляете, что происходит? То есть когда регион должен сам себя обеспечивать, более того, еще отдавать деньги центральный бюджет, он еще из республики получает центрального бюджета получает три миллиарда долларов. Вот почему там все плохо. И еще я вам хочу дать информацию. Сейчас, конечно, нынешний собственник скажет, вот у нас минеральная база плохая, у нас руды плохие, содержание плохое, нам нужно разрабатывать новые рудники. Но вы посмотрите, что они сделали. В 18-м году предприятие Казминералс заплатило 900 миллион долларов. Абрамович купили месторождение на Чукотке, где вообще никакой инфраструктуры нет. Ни дорог, вообще ничего. Якобы правительство России когда-то через сто лет построит у них план развития, федеральное развитие, там все прочее. Какие-то байки. Вы понимаете, предприятие, которое взяло в бюджете страны 3 миллиарда, 900 миллионов долларов, шарахает куда-то в Россию, на Чукотку, где вообще там нет инфраструктуры. Очевидно, что это отмывание денег. Это просто украдены деньги у предприятия, и они просто отмыли деньги. И все. Чтобы вы реально понимали, когда говорят денег нет, зарплата у вас низкая, потому что рудная база плохая, это все вранье. Там миллиарды долларов. Итак, что мы должны сделать, когда правительство демократического выбора Казахстана придет к власти? Мы должны национализировать, отобрать это предприятие у Назарбаева. Всех, те участвовали в разграблении, просто мы их посадим в тюрьму. И вот представьте себе, что каждый год это предприятие будет приносить минимум полтора миллиард долларов. Да, мы его потом продадим на аукционе. Да, был момент, это предприятие стоило порядка 16 миллиардов долларов. Вдумайтесь, это предприятие стоило порядка 16 миллиардов долларов. Потому что там электростанции гигантские, там огромные угольные разрезы, там гигантские запасы. Это исторические предприятия, построенные Советским Союзом, в него инвестируют огромные ресурсы. только одно предприятие казахмыс просто превратить цветущий рай весь джизгазганский регион включая балхаш я показываю что весь эмират дубае у него выручка через нефть порядка 2 миллиард долларов а здесь свыше трех миллиардов долларов там живет больше трех миллионов человек здесь порядка 300 тысяч человек 10 раз меньше то есть понимаете масштабы здесь цветущий рай дубай а у нас здесь нищета нет дорог убитые дома нет воды нет горячей воды ужасающие ситуация экологическая она решается сразу каждый год мы отбираем у них по полтора миллиард долларов распределяем внутри страны вот и все и становится что получается бюджет города всего лишь двух городов 75 миллион долларов а здесь если вы получаете по 1000 долларов дополнительно заработную плату в год в регион приходит 500 миллионов долларов 40 тысяч умножаем на 1000 это 40 миллионов долларов в месяц по году где-то 500 миллионов если 500 миллионов эти деньги будут тратиться внутри региона что произойдет эти люди покупают квартиры дома бизнес начинает расцветать потому что у них появляется спрос им есть кому продавать товар они зарабатывают бюджет с этих предприятий получает налоги налог на прибыль налог на добавленную стоимость то есть местный бюджет тоже вырастает существенно несколько раз то есть вообще буквально несколько лет вы не узнаете свой город свой регион это я обидел я приезжал дубая первый раз девяносто пятом году это было пустыня пески там несколько гостиниц через пять лет приехал я был потрясен поэтому в основе всего это деньги деньги они вот они на поверхности я уж не говорю о том что другие ресурсы огромные которые лежат под ногами и эта группа группа назарбаева под именем новачук и казах и владимира кима они просто монополизировали добычу меди золото все прочее в этих регионах никого не подпускают и не дают возможность развиваться разным бизнесменам который получив лицензию привлекли бы инвестиции развивали бы если вас уволят казахмыса вы не знаете где найти работу мы демонополизируем мы дадим возможность чтобы другие бизнесмены могли тоже добывать перерабатывать и так далее и тогда будет конкуренция между разными предприятиями опять будет больше рабочих мест мы построим нормальные дороги инфраструктуру я уверен что в течение пяти лет инвестируя это деньги во внутрь вы можно просто этот край превратить цветущий рай вот какие богатства у нас лежат под ногами поэтому уважаемые друзья решение простое одно предприятие вытягивает города регионы зарабатывать республиканский бюджет а потом когда мы там наведем порядок мы продадим минимум за 20 миллиардов долларов эти деньги поступит республиканский бюджет это почти сопоставимый годовой бюджет страны а те владельцы которые будут владеть они будут платить налоги контракт на недопользование платить нормальную заработную плату людям для страны это достаточно так работает везде предприятие частные государства получают налоги и этого достаточно для процветания государства поэтому если вы не понимаете почему вы получаете маленькую зарплату почему вы такие ужасные условия это связано с тем что этой группы предприятий владеет нурсултан назарбаев он вам платит гроши налоги бюджет недополучает миллиардные прибыли уходят в их карман они уходят за рубеж и поэтому вы живете нищете что делать 22 февраля мы проводим митинг за достойной жизни 22 февраля вы можете прийти матери потребовать что вы вам подняли размер пособий 22 февраля вы можете выйти в своем городе и потребовать что он вам подняли заработную плату 22 февраля вы можете потребовать этого государства чтобы бесплатное было высшее и среднеспециальное образование как во всех европейских странах запомните когда кто-то говорит это было в советском союзе бесплатно образование нет практически во всех ведущих европейских странах образование высшее среднеспециальное бесплатное и более того еще доплачивают стипендию 22 февраля вы можете потребовать бесплатную государственную медицину у страны такие возможности есть если вы выйдете потребуйте если нас будут десятки тысяч этот режим как минимум по пятница а мы будем добиваться полной смены это режима потому что они проворовались члены их семьи частности ассултан назарбаев сегодня сделал заявление члены семьи против против этой системы гнилой воровской мафиозный и мы можем изменить сами не боятся можем изменить сделать свой шаг 22 февраля мы приглашаем вас на митинг по всей стране 14 00 алга казахстан